Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, пересаживаюсь с одной невзаимной влюбленности на другую, пишете вы. Значит, ну, влюбленность здесь, вот в данном случае, скорее всего, история про потребность почувствовать определенное состояние свое. Вот, то есть, вам хочется почувствовать себя частью целого, частью чего-то большего. Диссоциация от родителей, да, холодность отца, приданность матери. В данном случае, привело вероятность к тому, что вы не чувствуете себя ценной самой по себе. Некоторые факты вашей истории об этом прямо свидетельствуют. Отвечая на ваш вопрос, я сразу скажу, что нет, нельзя. Да, а самотерапия здесь не поможет. Вот. Ага, хотя бы потому, что, ну, вы уже, в принципе, немножечко неверно интерпретируете то, что говорите. То есть, да, вы говорите про любвида, про тенденцию к создаванию, к творчеству, вот. А вы говорите о том, чтобы ее перенаправить, то есть, по сути, сублимировать, да, переориентировать на других парней. Но, дело-то не в этом. Тут не переориентировать что-то нужно. Вот. А здесь нужно, наоборот, раскрывать и замечать другие вещи. Более, более, более незаметные и неочевидные для вас сейчас. Потому что то, что вы описываете, в целом присутствует у всех людей. Просто у вас, как будто бы, кроме этого, ничего больше нет. Вот в чем проблема. А не в том, что вам нужно на что-то переориентироваться. Понимаете? Поэтому, скажем так, вы сейчас выбираете определенных парней, потому что вам важно решить какую-то свою проблему. Вот. Итак, мне 23 года, всю свою сознательную жизнь я просто пересаживаюсь с одной незаимности на другую, гоняясь за недоступными парнями. То есть, пытаетесь заслучить любовь. Вот. Попытка заслучить любовь предполагает, что вы любви недостойны, что вы какая-то плохая. А то, что вы какая-то плохая, это подавленная злость на ваших близких. Не отреагированная, не выраженная. Вот. До 21 года, пока я жила в достаточно тяжелых условиях с родителями и занималась учебой, тема отношений меня не волновала вообще. Много общалась, работала, внимание ко мне со стороны мужчин было, но все было не мое, как я думал, а при том, что я совсем не избирательная. Просто не чувствовал ни своего человека, близкого по духу, а быть рядом с человеком, с которым я не испытываю никакого трепета взаимного, я не могу и не хочу. Ну, смотрите. Такой трепет. И здесь немножко дальше говорите про то, что... Вот тут вы говорите про трепет, дальше вы говорите про то, что тронуло. Вот. А что это такое? Вот, близкий по духу человек, это какой? Это что такое? Вот как это? Близкий человек по духу. Вот. Вы говорите, не чувствую в них своего человека. Вот, не знаю, даете вы себе отчет или нет, но свой человек, это история про принадлежность. То есть, чтобы человек был мой, принадлежал только мне и так далее. Да? То есть, это про попытку стать целостной. Вот. Вполне вероятно, что с родителями вы как раз таки были в расщеплении. Вот. В состоянии расщепления. Изучите эту тему. В интернете она есть. Вот. Что такое расщепление. Сейчас об этом говорить я не буду, чтобы не загружать информацию. Ну, повторюсь, она есть в интернете. Вот. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Это только гипотеза. Пока что. Но суть заключается в том, что свой человек, близкий по духу, это тот, через кого я могу подтвердить свою ценность. Тот, кто определит, опосредует меня. Поэтому люди ищут близких по духу других людей. Я ведь правильно понимаю, что речь идет не про ценности, не про какие-то взгляды, не про жизнь, не про голосовую. Речь про что-то другое. Такое, более тонкое. Вот. А еще. Еще. Очень интересно, что какое именно состояние вызывает трепер. То есть, какой человек дает вам почувствовать, как бы, что это вот оно заново. А здесь я дам довольно-таки банальное предположение, сказав, что вы катеете к недоступным машинам, потому, что вам недоступность кажется тем, что тем, рядом с чем вы сможете быть ребенком. Вот. Сможете быть свободной, сможете быть раскованной, сможете ничего не бояться, сможете, ну, сможете ничего не контролировать. Тогда как в остальных случаях с другими мужчинами и людьми вы чувствуете, что должны контролировать, должны как-то вот, как-то, ну, следить, может быть, за всем. То есть, вы, ну, грубо говоря, не расслаблены. Вот. Вы требуете от себя быть более взрослым, чем на самом деле вы являетесь. Понятно, что взрослость, взрослость здесь совершенно не про ту взрослость, о которой вы могли подумать. Это взрослость немножко другая. Это контроль, это попытка предвосвитить, это какие-то, может быть, критические, ригидные установки по отношению к людям. И точно такое же отношение к самой себе. И подавление своего детского состояния, детского, детского эго-состояния в виде чувств, в виде импульсов и так далее. Опять же, постарайтесь ответить на вопрос, да, вот, как вы относитесь к своим чувствам, да, вот, насколько свободно вы их выражаете. Съехав от родителей на почве, резко накатившего в одиночество, я попал в депрессию, вследствие которой, буквально, в смысле, начала цепляться до почти первого встречного. Ну вот, человек, опять же, который находился в расщеплении, он действительно, как бы, сепарируется от тех, с кем он находится в расщеплении. Он действительно считает одиночество, потому что, по сути, больше его никто не определяет, а сам человек, как бы, себя не чувствует. И вот, то, что вы впали в депрессию, ну, опять же, что такое впало в депрессию, да, депрессия это заболевание, это психическое заболевание, его нужно диагностировать врачом и, соответственно, вам назначать препарат. Вот, поэтому, как бы, нужно понять, ну, действительно ли была у вас депрессия, или это вы сами называете свое некоторое состояние подавленности, там, и так далее. Вот. Последняя история оказалась особенно тяжелой, 4 месяца назад установили общение с нашим старым знакомым, моя первая любовь в 16 лет, которому, как я думал, у меня был взаимный интерес. Обратите внимание, что вы, вот, на что вы, чему вы больше придаёте значение интересу вашему, если да, то какому, какой это интерес, интерес к чему, или к взаимности, то есть это именно взаимный интерес. Ну, первый человек, тронувший мою душу и сердце так сильно, чем, чем, что значит, тронул душу, что значит, тронул сердце. Это как? То есть, ну, то есть, человек настолько вам понравился, что вы вот до такого состояния захотели делать его счастливым? Так? Получилось. Потому что влюблённость, она именно об этом. В конце прошлого года у меня с ним после периода необщения возобновилась тёплая переписка, переросшая с моей стороны, хотя я чувствовал большой интерес к себе, в сильную влюблённость. Ну, тут вы идеализировали человека, да, то есть наделили его теми качествами, теми свойствами, которых вам не хватает, которых вы хотите. В себе вы это отвергаете и наделяете, наделяете этим других людей. Вот. Вам нужно помочь это увидеть, именно поэтому самотерапия бесполезна. Это помимо того, что у вас есть определённые травмы из детства, в которых тоже нужно проживать. Мы встретились, навстречу мне признаться в том, что со мной отношения невозможные, у меня уже было просто опустились руки, психику, я восстанавливал почти 4 месяца, так как это действительно максимально близкий мне по духу человеку. Опять же, не совсем понятно, что вы имеете в виду. Ну, хорошо, если это максимально близкий по духу человеку, в чём проблем-то вообще-то? Ну, не может человек с вами быть в отношениях. Ну, и что? Ну, если это близкий человек, как бы, никто не говорит, что они не от вас нужны, именно чтобы он был с вами в отношениях. То есть, вот, близость по духу как-то здесь вот у вас связана с отношениями, чтобы, вот, чтобы вас любили. Сейчас боль потихоньку уходит. А что болит? Внутренне мне пока всё ещё трудно переключиться на других парней, так как патент накрывает страх, что лучше не встречу. Это ваше отношение к себе, что это ваше требование к себе, это ваша низкая самооценка, что я никого не достойный, вот, а я ничего не достойный, возможно. И вы вот это переносите на других людей, потому что на самом деле к людям неприменима такая история лучше не встречу или хуже. Ну, человек так не оценивается как лучше и хуже. Все люди индивидуальны и все люди уникальны в этом смысле. Не понимаю, как вырваться из этого порочного круга невротических влюблённостей, когда любовь ассоциируется с отворжением и боль. Отворжение и боль не связано с мужчинами, а связано с вами самой и, как бы, родителям. Отворжение – это то, что возникает и проявляется как интерпретация нежелания мужчины быть слабым. То есть вот нежелание вот этого мужчины последнего быть слабым вы интерпретировали как отворжение. Но почему? Потому что вы были готовы уже к тому, что вас отвергнут. То есть вы отвергаете сами себя. Отвергать сами себя вы можете потому, что отвергаете кого-то. Возможно, своего папу. Возможно, еще кого-то. Вот. Я думаю, что если бы вы были в отношениях с мужчиной сейчас, после какого-то времени, проведенного в отношениях, вы бы начали точно так же проявлять скрытую агрессию по отношению к нему. Не обязательно, видимо, но скрытую, потому что, на самом деле, вы отвергаете мужчин. Сейчас. Вот. Вы требуете, вы хотите очень сильно. Но вы отвергаете их. Ваше отворжение, оно подавилось в семье. И вы видите, это как влюбленность. На самом деле, это отворжение. Отворжение. Такое. Так. Ну и боль. Вообще, боль очень больна, когда о ней не говорят. А вы пытаетесь ее подавить, пытаетесь от нее избавиться. Вот. Говорить о боли вам, вероятно, сложно. Только в моменты, когда очень тяжело, скорее всего, вы говорите о ней. Детство было непростое. На глазах была измена. Отец жил на две семьи. Ага. Смотрите. Я скажу, наверное, страшную вещь. Но это не измена. То, что он жил на две семьи. Это не измена. Знаете, измена это как-то разово. Ну или. Много разово, да. Но скрытно. Там что-то такое. При измене и раскрытии факта измены. Ага. Человек возвращается, начинает извиняться и так далее. Тут другое. Более глубокая история. Это не измена. Но вот предпредательство, которое вы чувствуете как предательство, и принимаете это на себя, потому что будучи ребенком, не могли оттолкнуть вот это. Не могли, наверное, даже вообще переварить, как это, что мой отец, да, на две семьи живет. Потом он стал с нами жить, был ко мне очень холоден, не обращал внимания. И вы опять же приняли это на свой счет. Приняли это на свой счет. Зафиксировали это как то, что холодность отвергает вас. Вот. Но на самом деле, на самом деле вот эта холодность, она ведь вначале это всегда вызывает злость. Она всегда вызывает раздражение. Она всегда вызывает агрессию. Но вы это подавили. Это все, папа? Мама чрезвычайно авторитарно пищевает. Может быть, это ответ на вопрос, почему отец жил на две семьи. Вот. И точно такой же ответ на вопрос, почему он вернулся к вам, не потому что хотел быть с вами, а потому что чувствовал вину перед мамой. И во всей этой истории, да, вам пришлось жить это очень-очень тяжело. Сочувствую вам. Съезжал от родителей я в 22 года, уже находясь на грани. После этого началась эта череда созависимости. Ну, понятно, мы просто принесли своей семье, да, вот эту модель. Вот. Много работала над собой. Читала литературу, но последний страх очередной не заинтит. Ну, потому что ваше обесценивание, оно все время с вами. Вот. Я пока все еще не опускаю руки, хотя понимаю, что если не прорабатывается, наверное, будет стараться. Да, это правда, но смещает то, что вы говорите пока не опускаю руки. Вот. Пыталась сама порвать в порочный круг, давать себе установку. Мне не интересны люди, которые мне интересны, и я. И сейчас как его сражаются отношения, где я чувствовал, что меня не любят, мне не нравится. Как ко мне относятся. Ну, это сугестия, во-первых. Вот. Сугестивные техники, они эффективны только у профессионала, то есть у сугестивных психологов, то есть гипнологов. Вот. А в остальном это очень похоже на сама. А то, что вы говорите, что меня не любят, мне не нравится, как ко мне относятся. Обратите внимание, вы ставите на первое место человека. Вас не любят, вам не нравятся отношения. А дело не в этом. Дело в том, любите ли вы и что вы хотите для человека. Вы можете сказать, Андрей, но если я смотрю на это, то получается созависимость. Я влюбляюсь. Нет. Дело в том, что то, что вы называете влюбленностью, не является таковой, но вы не смотрите на это. Потому что у вас есть вторичная выгода сейчас доказать, что мужчины не достойны доверия. Никто. И это правда. Вы ищите человека, которому могли бы даже довериться полностью. Раствориться в нем. Это проблема. Слияние. Когда человек находится в расщеплении, он стремится к слиянию. Это работа с личными границами. В том числе. Но не только. Поэтому здесь в корне неверная постановка вектора. И поэтому вам нужна помощь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.